Всех приветствую дорогие друзья с вами Валерий и я думаю что это будет финальная серия по прохождению Resident Evil Remake так как мы уже очень близки к финалу я думаю в этой серии мы все это закончим вот ружье наверное мы оставляем да ружье мы оставляем вдруг попадутся патроны еще это не факт дальнейшем разберемся с этим совсем вот и сейчас наша задача это донести топливо донести этот опасный груз к реактору который запустит лифт который должен по идее нас отправить в главную комнату лаборатории амбрелла главное чтобы к нам теперь не пристали жуки вот эти огромные жуки которые живучие падлы вставляем топливо в смысле заправочное устройство для генераторной но сейчас она не работает с отсутствием а поместить капсулу все отлично все круто похоже топливо подается в генераторную все теперь мы можем бегать в принципе мы не так далеко сохранились нам оставалось всего пару шагов и это все равно разница вот так здесь у нас считывающие устройство запуск лифка лифта по моему в этой двери хорошо что мы все-таки очистили это помещение жуки теперь не мешают нам так по моему здесь до к основному лифту не подается питание подать до лично становится получает питание система самоуничтожения отправляемся к лифту теперь у меня все тянет а в эту сторону к этому считывающему устройству надо не забыть спасти джил еще найти ключ от тюрьмы от тюрьмы и освободить ее так нажать на включатель да лифт работает крис 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 ребекка я увидела тебя в саду наконец-то догнала ну я рад что ты в порядке ну больше никаких догонялок просто оставайся со мной девочка так точно сэр так ребекка с нами идет прикол такого я что-то не помню в классической версии такого я что-то не помню в классической версии а крис вискер а вот и ты крис я горжусь тобой конечно ты один из моих людей я тронут Как давно, Вескор? Боюсь, я не понимаю, о чем ты говоришь Как давно они тебя купили? Я думаю, ты немного запутался Я всегда работал на Амбреллу И Старс был для Амбреллы Нет, точнее, для меня, подопытными свинками Вирус тирана вырвался на волю, заразив это место К сожалению, мне пришлось пожертвовать моими обожаемыми людьми и Старс Ты убил их своими же грязными руками! Ты сукин-то сын! Нет, о да, дедка Вот так все и было Декка! Декка, не двигайся Ты... Думаю, что ты пока не хочешь умирать Я ведь еще не показал тебе самое интересное Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Совершенная форма жизни. Тиран. Вескер, да ты слабоумный. Крис, ты никогда не поймешь. Он великолепен. Вескер! Ну, подходи же, пробирочный уродец. Так, валим. Блин, Ребекку, жалко. Не время для этого. Окей. Блин. Тупик! Ё-моё! Так-так-так, тварь. Свалил. Крис, давай-давай, беги. Берем, короче, револьвер и нафиг его. Какой живучий. Блин, тиран это жесть, конечно. Все, свалили. Длинно-ногого. Он великолепен. Блин, Ребекку жалко. Вескер, не так жалко. Ребекка! Ребекка! Крис! Хорошо, что на тебе бронежилет. Входим, здесь больше нет... Ничего, здесь нечего больше делать. Хорошо. Фу! Ребекка напугала. У нее, оказывается, был броник. Так, давайте... посмотрим. Какая жалкая смерть. Он держит что-то. Записки наблюдателя. Открытие G-вируса произошло ровно через 21 год после введения вируса в прародитель. Прототип паразита, который мы доставили из лаборатории во Франции, был введен в тело подопытный. Последнее поглотило паразита без каких-либо побочных реакций. Их отсутствие неразгаданная тайна, но теперь мне все ясно. Прототип паразита развивался в теле объекта ровно 21 год. После инкубационного периода прототип вдруг начал мутировать, развиваться, возможно, более подходящее слово, чтобы описать это. Это наблюдение дало мне больше знаний в моем исследовании. Путем дальнейшей модификации и тестирования я смог вывести метод для создания G, который превосходит производительность T. Это был прорыв, который изменит будущее в истории Вор. Не могу дождаться, чтобы увидеть раздраженное лицо Алексии, когда я наконец объявлю о результатах моих исследований. Но, к сожалению, мне придется подождать еще несколько лет, чтобы полностью проверить мои выводы у Уильяма Биркина. Вот такая вот отсылочка ко второй части Уильяма Биркина. Во второй части же один из главных злодеев второго Резидента. А есть еще отсылочка к Resident Evil Code Veronica про Алексию, видите, говорит, там это главный враг тоже Криса, по-моему, Криса и Клэр Редфилд в игре Resident Evil Code Veronica, если я не ошибаюсь. Там Алексия и, по-моему, брат ее еще какой-то, не помню, как его зовут, семейство Эйшвардов. Она там Королева Муравьев, по-моему, или кто-то такая. Так, понятно. Все, больше ничего не такой жалкий способ умереть. Система для сбора экспериментальных данных. Что-то я не могу понять. У Вескара, по идее, должен быть ключ. Панель управления электронным замком. Открыть замок. Понятно. Несколько капсул в каждой содержится несказанно уродские существа. Нет, этого я не могу понять. У Вескара должен быть ключ. Интересно. Может, здесь где-то лежит? Похоже, что терминал используется для слежения за состоянием существ внутри капсул. Это, безусловно, самая жуткая вещь, изведенных вами ранее. Хм. А как мы будем спасать Джилл? Давайте, может, попробуем сбегать к Джилл. Может, мы открыли дверь как-то, нажав на кнопку. Электронный замок открылся какой-то. Крис? Крис? К чем дело? Я нашла документ в лаборатории. Судя по всему, тут еще много образцов вируса Тирана. Мы должны взорвать это место. Правда. Шоу должно продолжаться. Я доверяю тебе, Рибер. Я на это. Легко. Я запущу систему самоуничтожения, которую обнаружила ранее. Но нам еще нужно выбраться отсюда. Проводимся снаружи. Снаружи. Так. Давайте сбегаем, проверим тогда Джилл. То, что я почему-то. Была активирована система самоуничтожения. Весь персонал должен немедленно эвакуироваться. Деактивация и открытие всех замков. Она уже активировала? Нифига себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Твари, твари, твари. Пошли вон. Джилл, 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 джилл. Так. Куда нам? Нам вот сюда. Жесть какая-то. Что? Или во время... Ээээ... ...активации и самоуничтожения все двери открываются, что ли? ...а... ...двери открываются? Замок открыт. Отлично. Я уж испугался за Джил. Джил, извини, что заставил тебя ждать. Я знала, что ты вернешься. Давай убираться отсюда. Отлично. Всех баб, короче, спасли. Так, на стопатроны. Теперь гоним, короче, к месту выкладывания. Пошли. Да иду, иду я. Втопило-то. Смотрите, впервые нас, блин. Сейчас нужно еще, короче, взять кучу аптечек. Потому что вроде... Сейчас будет финальная битва с тираном еще. Почти на месте. Почти на месте. Так, флега нам нафиг не нужна, короче. Я думаю. Окей. Вот такие вот аптечки возьмем. Наверное, я думаю, знаете что? Давайте сохранимся. Давайте сохранимся. На всякий случай, пожалуй. На всякий пожарный. Отлично сохранились. Бросаем ленту. Бросаем ленту. Их будет дорогу. Ружье тоже, в принципе, можно было выкинуть. Всего два патрона. Это ни о чем. О, есть еще патрончики. И аптечка. Так. Это Брэд. У меня заканчивается горючее. Это ваш последний шанс. Есть ли кто-нибудь еще жив? Подайте мне знак. Повторяю, это ваш последний шанс. Так. Блин. В принципе, да. Берем, короче. Патроны, аптечки у нас есть. Так что не будем брать. Лифт не получает питания. Предохранитель отсутствует. Лифт не работает. Лучше установить подачу питания. В смысле? А, во. Вы не можете нести больше предметов. Вы что, прикалываетесь, что ли? Ладно. Я думаю, аптечки поважнее будут. Так. Так. Блок предохранителей. Набор больших предохранителей. Он рассчитан на высокое напряжение. Три минуты до взрыва. Система самоуничтожена, она активирована. Отличная работа. Брайд ждет нас в вертолете. Эти твари приближаются. Я займусь ими. Но, Крис, ты должен как-то связаться с Брэдом. Хорошо. Бабы, блин. Побежали в атаку. О, и у нас отсчет времени пошел. Три минуты нам дано. Чтобы связаться с Брэдом. Конечно, время уже потеряли немного, пока ехали на лифте. Так, это что? Сигнальные ракеты. Сигнальные ракеты. Этим я могу подать сигнал Брэду. Отлично. Так, наверное, на сюда, на вертолетную площадку надо. Крис! Крис! Ты в порядке? Да. О, вот это жесть. Так, отвали от нее. Отвали от нее, сказано. Блюда. Бегом, 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 бегом. О! Ничего себе, он меня швыранул. Сразу жизни мало. Такого не было. Ребята вроде... Ай! Жесть! Так. Еще нормально. Нормально. Я его не вижу. Крис, используй это. Убей его, чтобы это... Во что бы это ни было. Чего, что бы это ни было. А, он на меня бежит, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, вставай, вставай быстрее. Так. Мощное оружие, стреляющее ракетами с огромной зоной поражения. Ну что, ублюдок. Держи свою... долю. Смехов. 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 Держи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и Брэд еще с нами Пилот Игрушка ремейк мне очень понравился Сделана очень круто Атмосфера сохранена Президента На высшем уровне Плюс хардкорное Прохождение, хардкорная Сложность придала Этой игре Самую такую атмосферу Выживания Ну и осталось ждать Выхода второй части Будем с нетерпением ждать Осталось немного Выйдет она по-моему 20 января Ну или 20 там числах Вот Ну не суть Как она выйдет Так мы Начнем сразу Неспешное Хардкорное Прохождение Атмосферное Вот А чтобы этого не пропустить Подписываемся на канал Ставим колокольчик Также подписываемся Группу ВКонтакте Ставим лайки Дизлайки Комментируем Вот И я со всеми прощаюсь До новых встреч До новых прохождений Всем Пока